Культ, 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 культ. В Кирове 12 часов и 5 минут, пятница 7 октября, а значит время пришло программы Культ Поход на волне 101.0. Вас приветствует Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Добрый день, здравствуйте. Напоминаем, что Культ Поход это не только рассказ об интересных увлекательных вещах, выставках, мероприятиях, которые вы можете посетить. Но это еще и розыгрыш замечательных призов и подарков, которые мы обычно начинаем после середины часа. Но сразу же напомню номер нашего прямого эфира 211-101. Все очень просто. Наши гости, а в данном случае наш гость будет задавать вам вопросы, вы отвечаете и выигрываете эти самые призы и подарки. Все очень просто. Тема сегодня у нас интересная, и гость тоже замечательный. Да, действительно. Всем добрый день. Сегодня с нами в студии директор музея «Вятского самовара» Евгений Комаров. Евгений, мы вас поздравляем с открытием, которое состоялось 1 октября после обновления. Расскажите, что нового появилось в вашем музее? Ну, здравствуйте, во-первых. Во-первых, всем. Погнали быстро. Добрый день всем. Спасибо за то, что пригласили на эфир. И тема-то такая, знаете, сегодня пасмурно, сыро, промозгло, прохладно. А самовар? Самая самоварная. Да, это же душа, это же тепло, это же неспешное времяпрепровождение в приятной компании. Да, действительно. Самоварное чаепитие объединяет, оно согревает, оно дает такую душевную теплоту, которую, собственно говоря, ничем пока мы и не смогли заменить. Пожалуй, что только сериалы могут быть немножко. Но это не другая история, и сериалов не будешь, а вот попить чайку из самовара в такую погоду, это действительно... Это можно сделать в вашем музее или только посмотреть на самовары? Ну, если мы напрямую пойдем к нашему музею, то, конечно, у нас при музее есть не только основная экспозиция, но и чайный буфет, где мы ежедневно... Самоварочные. Да, самоварочные. Где мы ежедневно топим самоварчик и готовим традиционный русский напиток с битень. То есть такой травяной чай вкусный, с медом, с пряностями. Вот как раз очень полезный согревающий напиток, который можно всегда прийти бесплатно, просто попробовать, отведать у нас в нашем буфете. Вообще, на самом деле, интересно, музею существует уже сколько? Шесть лет? С 2016 года, да? Да, с 2016 года. И мы только сейчас об этом говорим, да? Что странно, в общем-то, по прошествии уже такого продолжительного времени. И у вас обновление свершилось. Вот как раз, да, Светлана сказала, что с 1 октября вы перезапустились. С чем связано было? Какие цели преследовались? На самом деле, конкретно на этой радиостанции мы уже второй раз говорим про музей Вятского самовара. Первый раз мы говорили, как раз, когда сидели и мечтали президентский грант выиграть и реализовать идею, которая появилась в 2018 году. Ну и дальше мы столкнулись, как и все, с какими-то катаклизмами, то есть пандемия и так далее и тому подобное. Вот немножко нас отбросило с ремонтом. Но, слава богу, то есть, благодаря поддержке фонда президентского гранта в 2022 году нам все-таки были выделены небольшие деньги на ремонт, на создание новой обновленной экспозиции, чем мы и воспользовались. И в короткие сроки, прямо с ноля сделали современный, интересный мультимедийный музей. Да, сделали музей, который является единственным в России такого плана музей. Почему? На самом деле, да, действительно, музей единственный. Вот тот музей, который раскрывает краеведческую составляющую. То есть, возможно, были какие-то точечные реализации крупных проектов, например, там, музей нефти, там, от Лукоила, да, на ВДНХ стоит. Там действительно применялись современные технологии, но так, чтобы краеведческий, небольшой районный музей с применением мультимедиа дополненной реальности освещал какую-то внутреннюю историю, таких аналогов не существует. То есть, мы, на самом деле, один из первых музеев, и мы с радостью делимся всеми нашими наработками. То есть, пожалуйста, приходите, смотрите, реализуйте у себя на местах музеев. Были предпоказы в сентябре, и к нам в гости приезжали директора, заведующие всех районных краеведческих музеев, брали на заметку... Из Кировской области, да? Да, по Кировской области. Брали на вооружение какие-то приемчики, я надеюсь, они их будут применять у себя на местах. И также мы проводили круглые столы непосредственно с нашими музейщиками, то есть уже с городом, приходили к нам тоже на предпоказы. И мы обсуждали вот такие новые направления, которые можно использовать для демонстрации экспозиции, объектов каких-то. А где идея-то сама была подсмотрена, подслушена? А вот нигде! Или это вот все родилось в голове вашей и ваших единомышленников? Мы все понимаем, что такое музей, ну, в исконном значении этого слова. То есть ты приходишь, какие-то экспонаты, ты вот ходишь, рассматриваешь, и, в общем-то, никакой движухи-то не происходит. А тут совершенно новый подход. А вот знаете, как это получилось? Дело в том, что в 2016 году, когда мы только-только открылись, музей существовал по другому адресу, на Преображенской улице, рядышком. Но это была коммерческая аренда, дорогая. Мы очень долго просили, ждали какое-то помещение от администрации города, чтобы они нам помогли. И, собственно говоря, нам помогли вот таким помещением, которое нам пришлось приводить в порядок. Но суть не в этом. Когда мы переезжали с одного адреса на другой, я понимал, что за вот эти два-три года, когда мы работали, музей пользовался большим спросом среди, скажем так, начальных классов. То есть старшеклассники уже как-то не так реагировали. Я все время думал, почему так? Ну почему там какой-то слабый интерес? Мы кормим, мы поем, сушки, баранки, печенье, чай. Это всегда у нас для всех. И появилась идея сделать такой музей, который бы заинтересовал в первую очередь даже вот, наверное, старшеклассников. То есть начиная там, не знаю, шестой, седьмой, восьмой и так дальше классы. То есть такой же подростковый период переходный. Да, да, да. Я подумал, а что же им может быть интересно. То есть и вот такая идея появилась сделать все-таки современный мультимедийный музей, которым было бы не только интересно находиться, но и там, допустим, для девочек, старшеклассников сейчас актуально сделать какие-нибудь памятные селфи. То есть сходил в музей, сделал интересное. А можно сделать у вас фотосессию? Да, конечно. Весь музей выстроен, кстати, весь музей выстроен как единая фотозона с возможностью проведения вот как раз таких фотосессий. Мы даем оригинальные даже костюмы, одежду, и вот можно пофотографироваться. И оригинальные, в смысле, исторические. Исторические, да. То есть даже не копии, не реплики, а прямо вот есть оригинальная одежда, в которой можно пофотографироваться. Где вы находили это все? Ну, мы, как и любой другой музей, пополняем фонды ежедневно. То есть где-то находим, где-то покупаем, что-то дарят. Кто-то приносит, да, кто-то сам приходит. А вот в таком случае сама коллекция как бы не уходит на второй план? То есть мы все развлекаем в музеях, кормим, поем. А вот сама коллекция, то есть какие у вас экспонаты, ценные, может быть, самые... Отличный вопрос, Светлана. Значит, первая, самая главная цель — это сюжет, это история, в которую мы погружаем наших зрителей. То есть наша задача, чтобы зритель, посетитель после того, как вышел с нашего сеанса, четко понимал, что да, у нас в Вятке было самоварное производство, да, у нас были серьезные мастера, да, мы участвовали в больших, крупных всероссийских выставках, получали медали. И да, у нас была своя культура чайпития. Это первый посыл, который мы хотим донести до людей. То есть традиционные знания, понимания, исторические, серьезные, вы вкладываете, даете. Конечно. В школе ведь этого нет сейчас. Нет, абсолютно нет, но я подчеркну, что есть краеведческий компонент, очень важный, с которым во многих школах, ну, такой стоит вопрос, да, как его преподавать, о чем рассказывать. И, как правило, учителя выходят из ситуации, организуя какие-то выходы в наши краеведческие музеи. И я думаю, что в данном случае это прекрасная возможность как бы расширить немножко горизонт знаний, не только краеведческий музей, да, стандартный какой-то, да, а еще вот отдельные виды наших каких-то промыслов. Показать воочию, да, не картинки рассматривать где-то в учебнике. Вы знаете, то есть на самом деле, то есть любой краеведческий музей, он в себя вбирает, ну, наверное, практически все аспекты там быта, либо там какой-то исторический какие-то факты, да. Наш музей берет одну локальную историю и полностью ее раскрывает, что вот максимально интересно будет и детям, и взрослым. То есть вот прямо такой, у нас же как фильм, сеансовое посещение, то есть к нам нельзя прийти, просто взять и походить, посмотреть экспонаты, нет. То есть у нас сеансы каждый час, и это как вы приходите, как в кинотеатр, и полностью вы погружаетесь в эту атмосферу. Вот, и второй посыл, вот что касается экспонатов и какие-то редкие, интересные, специально к этой выставке мы сделали каталог, то есть для тех, кто прям максимально заинтересован, хочет вот по предметам уже точечно что-то разобрать. Вот тогда есть каталог, где можно внимательно почитать про каждый предмет практически, который имеет какую-то такую историческую ценность. А я напомню, что все предметы в нашем музее так или иначе связаны с какими-то персоналями, с личностями, людей, которые жили у нас в Вятке и в Кирове. Например? Ну это известные, да? Например, да, вот есть очень известный человек, друг нашего музея, Геннадий Михайлович Безверхов, то есть главный архитектор нашего города, бывший, да, от его семьи, вот они нам подарили несколько предметов, которые когда-то были в их семье, они ими пользовались. То есть предметы конца 19 века, и вот они очень здорово вписались в наш интерьер, скажем, там письменные принадлежности, хрусталь. То есть у вас в музее можно увидеть не только самовары, но и предметы быта. А у нас, видите, в музее сделано пять локаций, то есть пять разных сюжетов, которые соединены во единую смысловую нагрузку. И вот пять локаций и пять разных историй. Соответственно, мы оформляли все локации так, как нужно по сюжету. Допустим, зал славы наших вятских мастеров, вот это кабинетный стиль, это рабочий кабинет, где как раз и стоят там условно письменные принадлежности или какие-то там предметы, которыми могли пользоваться. То есть в конце 19 века. И как раз вот эти предметы, они с привязкой к личностям, те, у которых они были. Самый древний экспонат музея. А вот как раз, наверное, один из самых древних, один из самых древних, это вот как раз нам подарил Геннадий Михайлович Безверхов. Это вот садовая, парковая такая лавочка чугунная, которая была сделана в конце 18-го, в начале 19-го века на Белохолуницком чугунно-литейном заводе. Ой, конечно, очень известная. Красивая, с завидушками какими-то. Такие, ну, как говорят, я видел только две, одна хранится в Белохолуницком краеведческом музее, куда я рекомендую однозначно тоже сходить. Ну и вторая у нас. Третья, может быть, у Майкла Джекса, как в одном фильме. Ну, в общем, вот такие интересные предметы, они, конечно, дополняют экспозицию, они вот дают больше обзор, и мы очень ценим все вот эти моменты, которые есть. 5D-пространство. Что это такое? Что вкладывается в понятие 5D? Мы вкладываем, то есть в первую очередь это целый набор ощущений, которые вы получаете при посещении нашего музея. Свет, звук, мультимедия, дополненная реальность и историческая реконструкция залов. А вкупе она дает, то есть вот понимание. Плюс мы еще добавили запах, и в каждый отдельный зал свой запах. Для того, чтобы воссоздать запах деревенской избы, а есть у нас такой зал, то есть он немножко отличается, наверное, от деревенских изб в кровеческих музеях, потому что мы его разобрали реально, старый заброшенный дом 19 века, и бревна перенесли прямо к нам сюда. То есть заходя в эту избу, вы реально ощущаете, что вы находитесь в этой избе. Вот разнотравье, само дерево, они дают уже оригинальные натуральные ароматы. Ну, запах деревенской избы это такое уникальное явление, так прям по ингредиентам и не разложить. Поэтому проще разобрать реальный дом и собрать его снова в музей. Все правильно вы говорите. То есть если мы делали бы имитацию, условно говоря, простой объемочной доской сделали, мы бы этого не достигли результата. Вот нужна была именно фактура для запаха оригинального дерева, и там оно появилось. Это и дерево, это и запах печки, дым, готовка, дети, белье какое-то там сушится, не знаю. Весь набор элементов, да, все так и должно быть. Травы, веники, тут какая-то посуда и так далее, да, это очень сложно. А в зале, где у нас кустарная мастерская, то есть там железо. У нас она воссоздана, тоже историческая реконструкция, и там железо. И вы, заходя туда, вы чувствуете запах вот этой пыли, железа. То есть вы понимаете, что это был нелегкий труд. То есть когда вы работаете с металлом, полируете его, рихтуете, правите. То есть это в любом случае пыль, и пыль, она на самом деле такая вредная. То есть это было непростое производство, но тем не менее. И вот как раз оттенок вот этого запаха можно услышать. А что-то дети могут сделать своими руками, какие-то мастер-классы проходят? У нас мастер-классы, их несколько. То есть начиная с растопки самовара и приготовления традиционного русского напитка, до, значит, возможности поучаствовать, ну, скажем так, в правке металла. То есть у нас в мастерской есть и металл, есть и молоточки, и разные полировочные тряпочки, которые, то есть ребенку важно понять, как себя ведет металл. И мы вот эту возможность как раз и даем поколотить, посмотреть, насколько он гибкий, насколько он поддается. С нагревом или без нагрева? А, знаете, наш музей уже больше 10 лет возрождает забытый народный промысел вятки, который называется дословно обработка меди способом гнутия и холодной ковки. Вот он так дословно, значит, сделан. Медь, металл мягкий, податливый. Вот надо детям это дать понять, чтобы они понимали, что с ним можно работать. С ним можно работать, да, конечно, без нагревания в горне, что-то такое. Да, да, все верно. Мы как-то упомянули дату, да, 19 век, но официально принято считать, что у нас на Руси самовары где-то в 18-м еще появились. На вятке это позже произошло? Так вот, переходя уже непосредственно к названию музея, музея вятского самовара и к главным экспонатам, самоварам непосредственно. Вот знаете, как получилось? То есть на самом деле вятка странным образом, наверное, может быть, если не последняя, то одна из последних, которая вообще как бы на своей земле благодатной стала заниматься выделкой самоваров. Если первые самовары появились в начале 18 века на Урале, то есть Урал у нас родина все-таки русского самовара, не Тула, как это принято считать, то на вятке мы начинаем делать самовары с середины 19 века, то есть спустя практически 150. Да, хотя производством отливкой колоколов, колокольный промысел у нас был очень сильно развит, и там с конца 18 века мы этим занимались, но самовары мы почему-то долго упорно не делали. Вот, но на юге нашей области, Вятскополянский район, сейчас вот, значит, поселок Кукмар есть такой, там династия братьев Володиных занималась выделкой меди с начала 19 века. Почему? Потому что на юге нашей области, в тех краях, было обнаружено как раз месторождение той самой руды, из которой выплавлялась медь, медистый песчаник. Вот, поэтому там династия братьев Володиных, скажем, работала аж в трех поколениях, и они достаточно долго. Ну, вот рядом руда, рядом добывали, и, соответственно, Ну, так совпало, да? У вас есть самовары, которые производились? Да, конечно, то есть есть самовары, есть кумганы, это такие сосуды, кувшинчики, да, которые делали как раз вот братья Володины. И они у нас, датировка середины 19 века, медные такие, прям тяжеленькие-тяжеленькие. Как их атрибутировать? Они, на них какое-то клеймо стоит? Да, братья Володины ставили на свои изделия клейма, то есть они в зависимости от периода, они разные, то есть изначально там просто могли бы написать Володины, да, а потом после того, как они поучаствовали в выставках, уже появлялись какие-то медальки рядом с этим именем. И, ну, они старались клеймить свои изделия, потому что, еще раз повторюсь, династия была достаточно известная. Слушайте, ну за этими же изделиями надо ухаживать. Медь, она же имеет свойство еще и окисляться, да, то есть это надо чистить, натираться. У вас есть специально обученные люди этим занимаются? Вот поэтому я занимаюсь реставрацией больше 10 лет. У нас... Значит, достаточно такой кропотливый процесс. И вредный еще, да. Значит, идея вообще открытия музея появилась спустя какое-то время. Повторюсь, то есть больше 10 лет я занимаюсь реставрацией медно-латунных изделий. И, понятно, мы знаем, как за ними следить, ухаживать. И, ну, мы стараемся это делать по мере возможности. Но есть какие-то экспонаты, которые мы не трогаем. Вот прям специально не трогаем, скажем, те же вот кумы. С целью их не разрушить, не повредить, да? Не то, что не разрушить, а просто, чтобы осталась эпоха на предмете. То есть если мы ее уберем, то он будет не совсем так выглядеть. Но один из залов у нас ведь говорит о производстве. А что такое производство самоваров и медных изделий? То есть они же были изначально, ну, если мы берем там конец 19 века, на продажу же их везли красивые, золоченые, блестящие. И вот нужно показать, какие они были. Соответственно, такие предметы мы доводим до совершенства, до идеала. И они действительно блестят. И, ну, они новые фактически. И вот можно понимать, как они выглядели на ярмарке в 19 веке. Поэтому некоторые предметы мы делаем прямо до конца. А вот самые какие-то, самые современные самовары, каким временем датируются. Может быть, что-то даже вот из совсем недавно сделанного присутствует в музее. Замечательный вопрос, да. В экспозиции музея есть несколько самоваров. Опять же, с привязкой городу Кирову. То есть все с привязкой Кировской области и городу Кирову. Последний самовар, который сделали уже в Кирове, это самовар электрический, который называется «Вятка». Разрабатывали его три организации. Это Политех наш идеями поделился. Завод АЦМ, да, цветных металлов. Целая группа разрабатывала самовар. Целая группа, да. Это же электрический самовар. И причем Политех, значит, внес ноу-хау, новшество в электрические самовары. Там внутри стоит не просто тен нагревающий, а тен с поплавком. То есть если уменьшалось количество воды, он отключался автоматически. То есть для 80-х годов это такое как бы... Решение серьезное. А как он выглядел? У меня есть подозрение, что у меня был такой. Это, на самом деле, это очень красивый самовар. Он небольшой. Небольшой, блестящий. Он не блестящий. Он, значит, пятилитровая такая форма рюмочка. То есть, ну, если мы берем лафитник за основу, то она такая рюмка гранная. С красивыми, очень такими витиеватыми ручками. Автор этого самовара наш знаменитый художник Евгений Лаптев. Это один из первых промышленных дизайнеров советского Кирова. Он же разрабатывал логотипы и мясокомбинату, и железнодорожному составу «Вятка». И вот его как раз к нему и обратились для того, чтобы он сделал эскиз к новому самоварчику. И он просто круто с этим заданием справился, нарисовав сам самовар. Так вот, Политех, значит, у нас АЦМ предоставил металл, и сборку мы делали на Айвитеке. То есть, завод 22-го портсеза Айвитек делал финальную сборку. На авиационном заводе? Да, ну, это 80-е годы, то есть на каждом предприятии были цеха по производству как раз массовой шишки. Как его говорят? Ну как, да, была же линия на переход на выпуск гражданской продукции, на освоение гражданского назначения. Мы с вами все помним конструкторы с Айвитека, вот эти металлические, каждый мальчик. А завод Лепси эти закатывать крышки и еж. Ну вот у Лепси больше было для хозяйственных нужд. Там бытовые приборы всевозможные, кухонные комбайны, мясорубки. А у завода 20-го портсеза вот какие-то даже еще и детские там делали конструкторы разные. Вот поэтому это один из последних самоваров. К сожалению, его сняли с производства, если мне сейчас память не изменяет, там, в 96-м году, то есть после развала Советского Союза, его убирают с производства. И на сегодняшний день это большая коллекционная редкость, потому что тираж был небольшой. И мы можем по праву гордиться и этим самоварчиком. Там замечательный музей тоже, значит, открылся при заводе 20-го портсеза. Он очень долго стоял закрытым, но теперь можно посетить. Они обновили экспозицию. Там замечательный, замечательная заведующая. Вот тоже можно пригласить, и она расскажет интересные истории. Посмотреть его можно и там, и в нашем музее, конечно, этот самовар представлен. И еще несколько самоварчиков интересных стоят в экспозиции. Они сделаны из стекла. Их делал Кирово-Чипецкий химический комбинат в те же, вот, начало 90-х годов. Перестроечные времена. Да, они делали такие штофики, наборчики там разные. И, значит, один из штофиков в форме самовара. Они разных форм, разных фасонов. У нас там три, но их было больше, там, около 10-ти, наверное, я думаю. Стеклянные, при этом с нагревательным элементом? Нет, они служили для подачи напитков. А, понятно. Да, ну, допустим, лимонад можно... Можно было залить. Нет, они не декоративные, они, то есть, для подачи. Можно было там что-то налить, подать и там пользоваться, открывать и раскрывать его. Ну, вот. И тоже они встречаются по большей части только в Кировской области, потому что они продавали где-то вот либо здесь, либо в ближайших регионах. Вот в Пермском крае можно встретить наши же вот эти стеклянные самоварочки. Они вообще там, история уникальная. Я не знаю, то есть, позволит нам время, не позволит. Но дело в том, что эти самоварчики, эти посуды делали из тонкого амальгамного стекла, то есть, которое использовалось в лабораторном... Приборах. Да, у них же там при заводе был цех, стеклодумный цех, где они делали разные пробирки. Колбочки. Колбочки, да. И когда наступили, значит, серьезные 90-е, значит, быстренько переориентировались и стали из той же посуды, из тех же колбочек выдувать какие-то вот такие интересные предметы. У нас есть даже мега интересный предмет. Как говорится, нужда заставила. Вот такой штоф, и у него прямо вот эти химические доли наверху. То есть, они даже их не убирали, они просто нагревали нижнюю часть и вот выдували какие-то интересные. Ну, вообще интересная история, и как бы и самоварчики такие тоже интересные. Евгений, не могу не спросить, раз уж музей называется музеем вятского самовара, вот так исторически именно вятские самовары, которые у нас делались, они имеют какие-то особенности отличительные? Конструктивные, дизайнерские какие-то решения? У нас минута до рекламы остается, успеем, не успеем ответить на этот вопрос. Отвечу коротко. Этот вопрос в топ-3 вопросах среди наших гостей. Чем отличается вятский самовар от других самоваров? Тульский самовар на слуху, да, еще какой-то, да, а вот вятский. Значит, вятский самовар отличается от всех других тем, что он был сделан в вятке. Понятно. Мейден вятка, короче. Да, больше он ничем не отличается. И формы, и фасоны, они ровно те же самые. Металл тот же самый. То есть, ну, единственное, один был сделан в вятке, другой был сделан в Туле. Больше никаких отличий нет. Потому что производство самоваров было ведь по всем губерниям. То есть, это было и в Москве делали, и в Санкт-Петербурге, и в Туле, и в Ярославле, и в Перми. А какой-то стандарт был распространен? Были самые дешевые, простые формы. Форма банка, которую делали все производители. Ну, и большие промышленники делали какие-то уж слишком изысканные формы. И как раз художники помогали делать эскизы. Ну, это могли себе позволить уже крупные предприятия. У нас, в нашем регионе, это, как правило, большие баночки, там, по 15 литров. Ну, и еще несколько, там, таких форм, которые использовали для производства. Но в основном это банка. Давайте сейчас на рекламу быстро сходим. Напоминаем, что у нас Евгений Комаров в гастерях, руководитель музея авиатского самовара. Скоро начнем розыгрыш призов. Сейчас Светлана оперативно озвучит те призы, которые у нас сегодня в розыгрыше имеются. И мы непосредственно перейдем к тому, чтобы задавать вопросы нашим слушателям. Главный приз у нас сегодня, это, конечно, сертификат на семейное посещение музея авиатского самовара. Ноль плюс, соответственно. Ноль плюс. Также у нас есть пригласительные в кинотеатр «Смена и дружба». Есть пригласительные в галерею «Прогресса» на персональную выставку Сергея Горбачева. И книги от магазина «Читай город». Это Дмитрий Данилов, «Саша, привет», 18+, Елена Михалкова, «Ваш ход», «Миссис Норридж», 16+, Егор Летов, «Сияние, прямая речь, интервью, монологи, письма», 18+, и Михаэль Н.Д., «Виланд Фройнт», «Рыцарь Родриго» и его «Оруженосец», 0+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенская, 65», «Ленина, 103А», «Луганская, 53» и фестиваль на «Волково, 6А». Призываю наших слушателей оперативнее действовать. 211-101, номер прямого эфира, потому что у нас остается 6 небольших минут. Евгений, пожалуйста, давайте озадачим наших слушателей. Ваш вопрос. Ну, наверное, стандартный вопрос. Если кто-то внимательно следил за эфирами других радиостанций, мы его как-то задавали, но вопрос простой. Сколько на данный момент самоваров присутствует в коллекции Музея Вятского самовара? Дадим варианты. Ну, давайте скажем, что это трехзначная цифра. Трехзначная. Да. Вот. В общем, да, но я предлагаю не требовать, может быть, даже точной цифры. Но если близко человек ответит, то... Да, конечно. Как же мы не задали этот вопрос в первой части нашей программы, я удивлена. Кстати, мы говорим про Музей Вятского самовара, но еще ни разу не упомянули, где он находится. Это Володарского, 99А. Так, все верно? Да, все верно. Да, все верно. Ну, еще повторим в конце передачи. Звоните 211-101. Вопрос связан с количеством экспонатов. Принимаем звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый. Так, хорошо, да. Это, видимо, наша постоянная слушательница Валентина дозвонилась. Еженедельно принимает участие. Честь и хвала, что называется. Сейчас мы пообщаемся. И традиционно мы просим убавлять радиоприемник, если он у вас работает, чтобы нам было комфортно с вами беседовать. Алло. В эфире? Нет, 211-101. Еще раз напоминаем. Видимо, звонок сорвался. Набирайте быстрее. Время бежит. Сможете не успеть выиграть. У нас замечательные эти призы. Так. У нас сегодня, напомним, да, что мы разыгрываем сертификат на целое семейное посещение музея Вятского самовара. И посредственно с собой принес. Отличная возможность посетить всей семьей. То есть мы прямо очень учим. А, кстати, да, школьники могут и индивидуально к вам приходить или с вами можно сотрудничать классом. К нам классы приходят, да, в рамках там истории родного края. Заранее можно связаться, позвонить, позвонить, и тогда уже можно попасть. Которым вы разговаривали. Да что ж такое-то у нас. Поставил, видимо, вызов на удержание, как это там у нас, да, этот голос говорит записанный. 211-101. Еще ждем вас. Время работы давайте озвучим, чтобы напомнить. Да, работаем ежедневно с 10 до 7. Напомню, что у нас сеансовое посещение. Каждый час начинается экскурсия. Да, то есть в 10, в 11, в 12 и так далее. Без выходных, без обедов, пожалуйста, приходите. Ну, вы прям героически с 10 до 17 каждый день. У нас есть звонок? Да. Что делать? Давайте принимаем. Алло, добрый день. Добрый день, меня зовут Александр. Александр, ну, отвечайте на вопрос, чего уж тут время-то тянуть. Количество нужно. Да, да, да. А если я скажу 350? Близко, скажем мы, да. То есть вы уже практически наш победитель, да. А в какую большую сторону близко или меньше? Чуть-чуть меньше. Чуть меньше, да. Чуть меньше. Александр, чуть меньше. Ну, я думаю, что 310. Ну, давайте мы все-таки, наверное, засчитаем это. Засчитаем. Да, потому что достаточно близко к этому ответ. А правильный? В экспозиции стоит около 250, но у нас еще в мастерской примерно с полсоти 60. Готовятся к тому, чтобы представить перед взорами. Да, то есть, в принципе, это правильная цифра. Но напомню, что у нас нет задачи показывать. Коллекции самоваров мы говорим о вятском кустарном производстве, в первую очередь. Но самоварчики есть. Александр, мы засчитываем ваш ответ. И, соответственно, в музей ветского самовара наверняка вы хотите попасть. Да, конечно, да. Ну, все, отлично, все. Ждем вас в гости и с семьей, со всеми друзьями. Сейчас наш редактор вам... Не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор вам объяснит, куда прийти за пригласительным. И у нас есть еще один, да, пригласительный остается? Или что-то я путаю? Ну, два, да. Это два пригласительных? Ну, сказали, что один попытался. Ну, хорошо, один оставим на следующий розыгрыш. Да, решили, что это шикарный подарок, который... Извините, это я что-то так разогнался. В общем, хорошо, пригласительный. Сегодня у нас один, но у нас остаются другие призы. Следующий вопрос. Вот особо внимательно, кто слушали наши эфиры, допустим, с самого начала, уже слышали от замечательного ведущего, да, сколько нам годиков. А, ну да. 25 октября у нашего музея день рождения. А сколько же нам исполняется ровно через несколько дней? Мы проговорили, да, примерно, буквально в самом начале нашей беседы. Вот это на внимательность можно, да, даже. Да, да, конечно. Вы будете как-то отмечать свой день рождения? Узким кругом, с тортиком. Можно ли ждать каких-то событий? Узким кругом, с тортиком, как обычно, по-семейному. С самоваром, соответственно. С самоваром, конечно. Ну, давайте подскажу, даты еще пока не круглые. Ну, не круглые. Не круглые, и она такая, ну, в общем, все впереди еще, да, в общем-то, да. Есть вам. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Абонент, с которым вы разговаривали, поставил... Что-то сегодня у нашей постоянной слушательницы Валентины, я так понимаю, что это она, не получается нам дозвониться. Две минуты еще есть, пытайтесь, набирайте, 211-101, призов у нас еще много. Это и пригласительные в кинотеатры «Смена или дружба», и в «Галилею прогресс», и четыре замечательных книжки. Светлана, принимайте звонок. Да, есть звонок. Алло, добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Если мне не изменяет память, то, по-моему, музей открылся в 16-м году. Соответственно, сколько лет? Ну, соответственно, если 22-й год, 6 лет. Это правильный ответ. Да, вы можете представиться. Александр, я не представился. Самое главное, не сказал. Вот теперь представились, все хорошо, Александр. Вы бывали в музее, скажите, пожалуйста, в музее «Вятского самовара». Нет. Не бывали, но хотели бы. Но вот мы уже сказали, что у нас еще один пригласительный остается на следующий. А я в следующий раз его выиграю. А вот, отлично. В кино хочу. А, понятно. В смену или в дружбу? В смену. В смену. Отлично, договорились. Не кладите все-таки для порядка нашу трубку свою, не кладите, да, и пообщайтесь с нашим редактором. Он вам объяснит, куда прийти за билетами. Можем еще задать один вопрос, в принципе, полторы минуты, вдруг кто-то оперативно дозвонится. Ну, давайте тогда тоже проговаривали, чтобы было немножко попроще. Как мы говорили, что самовары в России начинают делать в начале 18 века. А когда же до нас дошло вятское самоварное производство? Вот внимательно, если кто-то слушал, у нас уверенно... То есть в каком веке у нас на Вятке начали производить самовары? Да, вот буквально недавно проговаривали этот момент. Опять же тянет меня подсказать. В общем, попозже это произошло. А вот насколько попозже... Ох уж эти подсказки. Ну, у нас осталось меньше минуты, поэтому мы... Хочется просто, чтобы кто-то еще успел выиграть от нас приз. Есть звонок. Вот и звонок. Светлана, пожалуйста, принимай. Пожалуйста, мы вас слушаем. В 19 веке братья Володина. О, ну какой внимательный у нас радиослушатель. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Константин. Константин, это абсолютно правильный ответ. Еще даже и производители назвали. Это очень приятно. А вы определились с подарком? Есть у нас... В галерее прогресса. Отлично. О, как прекрасно. Сергей Дорбачев, графические работы в галерее прогресса. Спасибо, Константин. Поздравляем вас. Остается у нас 20 секунд до конца беседы. И мы еще раз напоминаем, что музей Вятского самовара открыт ежедневно с 10 часов утра на Володарского 99А. Есть группа ВКонтакте, где можно зайти, посмотреть, почитать, что к чему. Есть сайт. Конечно. И ноль плюс, собственно, для всех посещений. Удачной работы вам, Евгений. Спасибо, что пришли сегодня с обновлением. Спасибо. Больших и новых... Ждем в гости вас. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.